Что будет, если СиДжей переоденется в самом начале игры? Мы приехали к магазину Бинка, выходим и надеюсь, нам получится переодеться. Мне сейчас пришла в голову отличная идейка, а что будет, если мы сейчас сделаем тату до начала игры? Я думаю, будет что-то очень интересное. Вот что бывает, когда ты решишь сделать тату в начале игры и бежим к нашей миссии. И сейчас мы узнаем, что будет, если мы начнем самую первую миссию в игре. Раз, два, три. Йоу, ребятки, как делишки? С вами снова Райли. Мой сегодняшний день просто отличный. Надеюсь, у тебя тоже, бро. И поэтому именно сегодня мы с тобой сделаем кое-что реально офигенное, что тебе, я уверен, точно понравится. Ну а пока что я хочу передать особый привет Роме Сайпулаеву. Приветик тебе, Ваня Георкян и Пламены. Огромный привет тебе, Виктория Мостова. Спасибо вам, друзья, огромное за вашу поддержку и за то, что вы меня смотрите. Итак, повторюсь, сегодня мы с тобой проведем некий, можно так сказать, экспериментик, в котором попытаемся, попытаемся переодеть СиДжей в начале игры. Да, в самом начале, до самой, той самой первой миссии, в которой, если ты помнишь, нужно было угнать на велосипедах от Балласов. Да, именно та самая-самая-самая первая миссия. И вот посмотрим, что будет, если СиДжей переоденется в самом начале игры. Я уверен, бро, тебе понравится, так что прямо сейчас ставь свой большой палец вверх под видосиком, усаживайся поудобнее, бери что-нибудь вкусненькое, чаёк там, например, печеньки, бутики, всё то, что ты любишь, и давай уже начнём. Бро, если же ты хочешь купить или продать верты в Сампи, то эта группа тебе поможет. Продавцы работают уже три месяца, всё честно и без обмана, об этом свидетельствует большое количество отзывов. Группа закрытая, поэтому скорее подавай заявку, ссылка в описании. Короче, ближе к делу, для того, чтобы нам это всё провернуть, нужно начать новую игру. Ты скажешь, зачем? Ну, сейчас всё походу буду объяснять. Заходим в меню, начать новую игру, новая игра, всё, начали, картиночки пошли, загрузка достаточно быстрая, это очень радует. Так, вот, Международный аэропорт Франсис Либерти Сити, 1992 год, отлично. И вот она, вот она, абсолютно всем известная катсцена начала игры GTA San Andreas, где СиДжей поезжает из Либерти Сити в штат San Andreas, да, из-за смерти своей матери. Очень грустно, конечно, об этом говорить, не дай бог каждому такого, как СиДжею. Поэтому, ребят, берегите своих родителей, ведь они вам желают только самого лучшего. Так вот, ладно, в общем, я, наверное, отошёл немножко от темы. Тем временем, пока я говорил, СиДжея уже задерживают какие-то полицейские и накидывают ему ложные заявления, типа он убил какого-то офицера полиции, хотя он этого не делал. Ну да ладно, в общем, не будем сильно углубляться в сюжет игры, пропускать эту катсцену нам ни в коем случае нельзя, ждём конца, осталось совсем чуть-чуть. Вот, и смотрите, сейчас вот в этой, в этой вот катсцене нам нужно ввести сейчас код на джетпак. Так, всё отлично, и смотрите, СиДжей стоит в машине. И, по сути, когда эта полицейская машина будет подъезжать в тот переулок, где СиДжей выбрасывают, он просто не выбросится. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, вот она машина заворачивает, и вот сейчас должны были СиДжей выбросить, но этого не произошло. Он до сих пор сидит в этой машине, и, по сути, сейчас он должен умереть. Да, он умер, отлично, мы сейчас должны появиться в Больке. Вот, всё, э, стоп, не понял, а... Да, всё-всё-всё, отлично, мышка просто, ребят, залипла. Это распространённый такой баг в этой игре, он был у каждого. Когда ты заходишь в игру, и как бы мышка не двигается, поэтому нужно постоянно нажимать на клавишу Escape, и мышка заработает. И пока я говорил, появилась вот эта вот табличка. Эта штука выскакивает тогда, когда ты первый раз умираешь, и пропустить её, к сожалению, нельзя. Поэтому ждём. Так, неужели она закончилась вот? И, в общем, нам сейчас нужно на машине доехать до магазина одежды. Я даже не знаю, докуда, до какого магазина, потому что их здесь очень много. Один находится вот здесь, в другом конце карты, а другой, всем уже известный магазин Бинка, вот здесь. У них есть разница друг перед другом. В том, где Бинка продаются толстовки, футболки, кроссовки, короче, можно так сказать, обычная повседневная одежда. А в том, который в другом конце города, там строгие костюмы, смокинги, туфли, ну и тому подобное. Вот, как раз мы приехали к магазину Бинка, выходим, и, надеюсь, нам получится переодеться. Так, заходим. Всё, отлично, и тут я вижу уже кто-то закупается, да, какие-то люди. Какой-то бомжик стоит, ну ладно, не будем на них обращать внимания, остановимся на маркер. И давайте что-нибудь интересненькое выберем. Заходим в тело, и давайте, наверное, рубашку в клетку. Выбираем, отлично. Так, ну где ты там, Сиджи, давай уже выходи, красуйся. Ну, как по мне, обычная рубашка в клетку, ничего особенного, ну и давайте, наверное, её и купим. Так, у вас не хватает бабла. Ай, блин, я забыл ввести код Хисаям на деньги, поэтому мы не можем ничего купить. Вот это да, ребят, вот это я лоханулся на этом эксперименте. Ну ладно, ничего страшного, сейчас мы введём. Так, всё, отлично, я ввёл 250 тысяч, я надеюсь, нам хватит. Теперь выходим, и вы, наверное, спросите, почему ты выходишь, почему ты не закупился? Отвечу, я сейчас подумал, если у нас есть возможность переодеться, и так как у нас очень много денег, то почему бы нам не закупиться более дорогой одеждой? В том магазине, который находится в другом конце города. Как мне кажется, строгий костюм будет очень хорошо смотреться на нашем СиДжея. И, кстати, мне сейчас пришла в голову отличная идейка, а что будет, если мы сейчас сделаем тату до начала игры? Давайте посмотрим. Я думаю, будет что-то очень интересное. Сразу становимся на маркер и сделаем себе какую-нибудь татушку. Всё, отлично, мы сделали СиДжей, доволен, я так понимаю, да? И теперь давайте выходим. Их, конечно, не видно, но сейчас посмотрим. Да, ребят, в тот момент у меня вылетела игра. Вот что бывает, когда ты решишь сделать татуху в начале игры. Ну да ладно, в общем, попробовали и хватит. Повторно я уже делать это не буду. Я вернулся обратно к этой больничке, всё это заново проделал. И сейчас, ребятки, подумал, а что будет, если мы сменим причесочку? Пойдем опять же в то же самое место. Блин, появились звёзды, когда я угнал тачку. Водим Айзакме. Всё, отлично, этот код ни на что не повлияет. Кроме того, то, что на нас не будут уже наезжать копы. И да, кстати, вот этот код опять вводим. Хисаям называется. 250 тысяч. Да, ребят, тогда я забыл его, конечно, ввести. Конечно, я тогда лоханулся. Но да ладно, в общем, едем к тому месту, где нам будут делать стрижку. Моднявую. Самую модную стрижку, которая была в это время. Всё, отлично, я подъехал. Надеюсь, у нас ничего не вылетит после того, как мы сделаем эту стрижку. Заходим. Как обычно, тут стоит вот этот вот интересный дядя. И давайте теперь выберем что-нибудь стильное для того времени. В общем, давайте уже сделаем косички. Чё-то я долго сильно выбираю. Да, вот-вот, всё отлично на СиДжей смотрится. И давайте, в общем, выйдем отсюда. Всё, я покупаю. Выходим. И теперь, ребят, момент истины. Вылетит игра или нет? Фух. Всё, ребят, отлично. Можно выдохнуть. Она не вылетела. Прекрасно. Садимся в эту тачку. И теперь можно смело ехать переодеваться. Так, всё, я на месте. Тут даже два магазина. ДС и Вик Тим. Но, по-моему, все строгие костюмы продаются в ДСе. Ну, сейчас посмотрим. За прилавком уже стоит мужчина. В отличие от Бинка, там стоит женщина. И смотрите, тут интересное такое отражение, да? Шкаф переди СиДжея. Ну, да ладно, в общем, не будем обращать внимания. Это всё-таки игра старая и ей простительно. Так, давайте ближе к делу выбираем тело. И да, 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 вот, ребят, красный пиджак. Классный, 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 красный пиджак. Не могу уже выговорить это слово. В общем, ребят, смотрите, как он классный сидеть на СиДжее. Прям такой вот гламурный СиДжее у нас получился. К тому же взяли красные брюки. Подъехала шляпа. И чёрные очки. Всё, СиДжея теперь просто неотразим. Смотрите, какой самец просто. Все девушки Сан-Андреса теперь его. Ну и, в общем, настало время ехать на ту самую первую миссию. Садимся в эту тачку. Вот, я уже водил код Арипасха. Это у нас летающая машина. И поэтому мы можем быстренько туда долететь. Полетели, ребят. Так, теперь мягенько приземляемся. Всё, отлично, на колёса встали. И бежим к нашей миссии. И сейчас мы узнаем, что будет, если мы начнём самую первую миссию в игре. Так, и... Оп! Нифига себе, ребят. Необычно, конечно, видеть СиДже в таком облике в начале игры. Обычно он в белой майке, старых, потёртых, синих джинсах. А тут он такой гламурный самец. Просто потрясающе. Давайте немного пропустим и посмотрим, как он выглядит в других катсценах. В этой он садится в тачку. Ничего не изменилось. А здесь... Да, вот он идёт вместе со Смоуком. Обнимается Скэндл. И, в принципе, в принципе, ничего такого особенного и грандиозного не происходит. Кроме того, то, что мы видим не заскриптованного разработчиками в катсценах СиДжея. То есть, мы видим его таким, каким сами его сделали. Это просто замечательно. Респект разработчикам за это. Тем временем пропускаем катсцену. И вот она, вот она начинается наша первая миссия. Конечно, проходить мы её не будем. Нас интересовало только то, что можно ли прядить СиДжея. Да, можно. И это у нас превосходно получилось. И, в общем, хочу сказать огромное спасибо тебе, бро, что досмотрел до этого момента. Если это так, то я могу с уверенностью сказать то, что тебе было интересно. И тебе, несомненно, понравилось. Так что, прямо сейчас ставь лайкосик под видосиком. И подписывайся на мой канал, если оказался здесь впервые. Просто нажав на вот эту вот кругленькую аватарочку. Ещё посмотри мои другие видосики, которые тебе только что высветились. И с тобой был, как всегда, Райли. Желаю тебе удачи. Оставайся таким же классным. И увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok